приветствую друзья я виталий портник в истории с лишением российского эмигрантского телеканала дождь лицензии латвийского национального совета по электронным медиа более всего поражает даже не предсказуемая судьба дождя а то как реагирует на решение риги так называемая российская либеральная общественность большего сеанса саморазоблачения большей демонстрации того насколько отличаются цивилизационные ценности это общественность от цивилизационных ценностей тем мира в котором она хотела бы жить но который она не хочет воспринимать как полноценный и кажется трудно себе и представить я уже не говорю о самой реакции на последнюю позорную историю в телеофиле когда телеведущий говорил о необходимости помогать тем кто убивает грабит и насилует граждан украины тем кто пришел с войной против моих соотечественников тем кто уже не впервые потому что это по сути не первая такая история для российской армии демонстрирует агрессивность злость подлость и стремление к преступлениям которые в россии всегда является компенсацией политического и общественного рабства вместо того чтобы признать сам факт сказано и руководство телеканала и его многочисленные почитатели и сам телеведущий стали говорить об оговорке по сути они стали вести себя с нами так как они ведут себя с российскими властями ну или вели тогда когда им позволяли присутствует на территории самой российской федерации ведь все эти разговоры об оговорке всегда рассчитаны на кремлевских кураторов ой извините мы не хотели так отзываться владимире владимирович или дмитрий александрович нет что вы это оговорка мы немедленно уволим того кто ее допустил но европа цивилизованный мир это не отвратительный мир российской лжи здесь люди слышат то что они слышат и мы прекрасно понимаем что ни о какой оговорке мы речи не идет и для того чтобы увидеть что речь идет о убеждениях достаточно просто посмотреть другие репортажи материалы в эфире того же телеканала услышать как в фильме а нацизме например другой уже ведущий говорит о том что у каждой из сторон в этой войне своя правда и к украине вопросы будут уже по окончании военных действий а а сущности российского идеологического устройства можно поговорить сейчас я даже не буду останавливаться на всех тех фразах и репликах которые можно услышать в телевизионном эфире дождя конечно саркастически говоря одной из главных ошибок его руководство было то что телеканал стал вещать в стране где все прекрасно знают русский язык и могут в любой момент услышать ту или иную реплику возможно если бы телеканал вещал в стране которая не была оккупирована россии ранее где люди не знают навязанного им языка великой цивилизации великого грабежа великого убийства великого изнасилования они бы не так быстро разобрали сути происходящего но это уже дело прошлое тем более что я думаю что дочь как раз может себе поискать сейчас место в любой такой стране дело в том что нет никакого признания того факта что многим сотрудникам и почитателям псевдо либеральных российских медиа режим владимира путина не нравится только своими методами но не отношением к реальности разве мало мы видели людей которые считали что да конечно украина да и латвия это же россия она и есть но мы против того чтобы стреляли убивали насиловали и грабили надо по-другому действовать чтобы они вернулись домой разве мы не слышали от тех же российских псевдо либералов пренебрежительного отношения к украинской культуре к украинскому языку к украинской истории наконец разве те же самые люди которые выступают против путина не приезжали в даже по приглашению существующий здесь власти еще недавно говоривший по-русски чтобы учить нас жить разве мы не замечали отсутствие элементарного стыда за всю историю своего государства своей цивилизации замечали разве сейчас когда в латвийской республике принято решение отвечающие европейским ценностям мы не слышим от российских либеральных политиков слов о провинциализме латвии эти разговоры о провинциализме латвии очевидный маркер оккупанта о провинциализме латвии говорили в 1940 году когда бандитская сталинская армия уничтожала латвийские государства своими грязными сапогами говорили в семидесятые восьмидесятые годы когда затеяли индустриализацию латвии чтобы разбавить ее население русскими колонистами и не дать возможности латышам даже думать о восстановлении своей государственности уничтоженной русской оккупацией да говорили в 1991 году как же они будут теперь сами жить без нашей то нефти без без нашей то промышленности господи какие идиоты и сейчас опять то же самое повторять не понимая что оскорбляя латышей они оскорбляют литовцев эстонцев казахов украинцев да господи а что значит оскорбляет они ведь все равно продолжают так думать живя в своей цивилизационной выгребной яме питаясь этим зловонием они продолжают думать что все остальные провинциалы они пуп земли слушайте если вы живете в дерьме то никакой аккомпанемент музыки чайковского не отменит того простого факта что вы давно уже измазались фекалиями и никак не отмоетесь да более того и не хотите отмываться а когда в другой стране вам предоставляют возможность принять душ вы используете ванну как толчок а потом обижаетесь я не выступал бы конечно столь резко если бы не видел комментарии вот людей которые продолжают пользоваться репутациями уважаемых российских общественных деятелей политиков публицистов а на самом деле я хорошо помню что эти люди соучастники создания того самого режима который уничтожает моих соотечественников люди которые в свое время еще в 90-е променяли правду на деньги кто-то потом достаточно быстро сориентировался и выехал на эти самые деньги из страны жить где-нибудь в счастливой европе кто-то был вынужден уехать уже сейчас а кто-то еще остается в россии и продолжает настаивать на своей репутации а репутации уже лет 20 25 как нет она существует только в ваших фантазиях фантазиях людей потерпевших цивилизационное поражение вместе со своим народом и вместо того чтобы желать поражение преступному государству гражданами и строителями которого вы являетесь вы продолжаете учить жизни других и совершенно уверены что никто этого по-прежнему не замечает а когда принимается решение когда оказывается что король голый и все это видят вы беситесь даже не замечая каким отвратительным и саморазоблачительным является ваше бешенство неуважаемые псевдо демократы давно уже предавшие свои собственные идеалы и ценности позор спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на него подписывайтесь на мои социальные сети на канал в патреоне который помогает нам развивать эти ресурсы пользуйтесь функции спонсорства самом youtube мира вам